МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Безопасное омовение. Первый вице-мэр Владимир Василенко проверил, как подготовили для крещенских купаний прорубь на полевом спуске. Всегда на страже в управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги работы за 2022 год. Как вести себя в интернете, чтобы не стать жертвой мошенников? Об этом рассказали самарским школьникам на первом занятии в рамках проекта «Цифровой ликбез по безопасности в соцсетях». Новый проект по развитию исторической части города презентовали профессиональному сообществу архитекторов и градостроителей. Так называемая объединенная зона охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения может появиться уже в этом году. Документ, который в будущем также пройдет общественное обсуждение и доработку, по-новому будет регулировать деятельность застройщиков исторического центра города. Каким образом, выяснила наша съемочная группа. В 2019 году часть Самары стала историческим поселением. С таким статусом в городе появились новые зоны охраны объектов культурного наследия, а также предметы охраны. Это и ценные градоформирующие объекты, элементы планировочной и объемно-пространственной структуры. Исторический центр, получивший такой статус, защищен от разрушительного строительства. Для возведения построек, реставрации и ремонта создают новые правила. Сейчас таких накопилось больше сотни, и возникла ситуация, когда режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам от разных объектов культурного наследия для одной и той же территории различались. Одни понятия наслаивались на другие, затрудняя работу архитекторов и других специалистов. Для дальнейшего развития исторической части города понадобился новый документ – общая зона охраны с понятной прозрачной регуляцией градостроительной деятельности. Несколько лет назад специалисты разработали такой проект. Прежде всего, документ коснулся новой застройки. Осуществлять ее будет проще, но освоение территории не станет мягче. Важно сохранять общую концепцию. Это будет происходить на тех основах и началах, которые позволят, ну, может быть, создать некий какой-то буфер в переходе от современной части города непосредственно к исторической, более мягкой и более естественной. И таким образом составит какое-то единое, приятное во всех отношениях городскую среду. В конце 2022-го проект «Объединенные зоны охраны» получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Следующая инстанция – общественное обсуждение. Для начала документ презентовали профессиональному сообществу – архитекторам и градостроителям. Как отметил исполняющий обязанности руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Иван Стофеев, проект поможет развивать в том числе пустующие территории исторического поселения. Необходимо эти участки развивать, необходимо в том числе их отдавать под новое строительство. Но это новое строительство должно быть самоштабным историческим объектом, оно не должно давлеть над ними. И оно должно поддерживать сложившуюся историческую застройку, если мы хотим сохранить любимый нами центр. Разработчики проекта надеются, что после его принятия застройщикам станут понятны все правила освоения территорий исторического центра. Конечно, объединенная зона охраны, она накладывает достаточно большие ограничения. Но здесь единственный расчет может быть, что действительно, когда уже будет четко понятно, что требуется, да, то есть ты для себя принимаешь решение, или ты работаешь в этих условиях, или не работаешь. Общественные обсуждения продлятся до 27 января. Сейчас ознакомиться с проектом объединенной зоны охраны можно на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия. Жители города смогут вносить свои предложения по улучшению проекта. Их рассмотрят и учтут при дальнейшей работе. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Предстоящей ночью православные верующие будут отмечать крещение Господне. По традиции, тысячи самарцев отправятся окунуться в крещенские купели. Всего в областном центре их организовали четыре. Традиционно, главное, под полевым спуском. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко провел на месте выездное совещание, где обсудил вопрос безопасности горожан. Подробности у Светланы Тимофеевой. Все стоим, все безопасно. Никто никуда не уплывет. Все останутся здесь. Еще до наступления крещения самарцы начали окунаться в купель. Под полевым спуском уже оборудована эордань. Одними из первых готовность проруби оценили в Самарской Федерации закаливания, зимнего плавания, а также посетители клуба здоровья. Хорошо, но для меня мелковато. Но, думаю, для большинства это будет в самый раз. Так что всем желаю быть завтра на проруби. Все, здоровья, счастья. После замеров толщины льда в подготовке задействовали муниципальные предприятия, спецрем «Стройзеленхоз», «Самарская набережная», «Самара-Горсвет», «Благоустройство» и «Ярмарки Самары». Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко провел выездное совещание под полевым спуском. В ходе него проверили работы по очистке подходов к площадке от снега и наледи, по подключению уличного освещения, по установке металлических ограждений и по устройству непосредственно купели, включая монтаж сходней в воду и деревянного настила трапа, чтобы люди не подскользнулись. Главный вопрос, который обсуждался, как будет обеспечена безопасность самарцев, которые сегодня придут окунуться в купель. «Полная безопасность обеспечена здесь 100% как по линии полиции, по линии МЧС и по линии спасателей. Это во главу угла поставлена безопасность граждан. И вы прекрасно видели в полном объеме. Готовность, и она сегодня есть. Полная готовность городских подразделений объявлена в 16.00. Безопасность горожан будут обеспечивать экстренные службы Самары. В 15.00 уже развернули три палатки МЧС. В 16.00 на месте дежурят спасатели. Полиция выставила наряды с 18.00. В шаговой доступности будут дежурить сотрудники Центра медицины катастроф. Для самарцев омовение в купеле сделали максимально комфортным. Наверху размещены биотуалеты и контейнеры для мусора. Рядом с купелью установлены палатки, чтобы можно было переодеться. В пунктах обогрева горожане смогут выпить горячего чая. После празднования крещения трапу уберут до следующего года. А вот елочки, которыми украсили купель, останутся до весны. Елочки будут оставаться для тех, кто занимается мереживанием. Никаких я не вижу проблем, потому что мы имеем опыт работы, а по весне мы их утилизируем. С представителями Самарской епархии обсудили вопрос освещения купеля. Обряд начнется в 20.00, затем праздник крещения. Для удобства жителей и гостей Самары 18 января 2023 года до полуночи продлевается время работы общественного транспорта, проходящих по Волжскому проспекту автобусов, маршрутов номер 61 и номер 261. В несанкционированных местах, где проруби не оборудованы, с учетом всех требований безопасности, купание запрещено. Чтобы предотвратить такие случаи, будет обеспечено патрулирование. Вопрос находится на контроле администрации внутригородских районов. В этом году в областной столице в ночь с 18 на 19 января все желающие могут окунуться в три купели, которые будут работать при храмах. Их адреса вы видите на своих экранах. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров, События. В преддверии праздника, когда многие из нас стремятся к купелям, наши корреспонденты решили выяснить, стоит ли окунаться в прорубь один раз в году. И кому лучше отказаться от такой экстремальной процедуры. Мнение опытных моржей и врача в нашем сюжете. Самарский предприниматель Семен Кафырин занимается моржеванием уже два года. Считает, что если один раз попробуешь, то уже не остановишься. Главное – правильный настрой. Самое первое – это внутренний моральный дух собрать, понять, что это можно, это реально, в этом ничего нету страшного. И если есть какие-то сильные переживания, то, может быть, первый раз окунуться не с головой, а по шее. Но самое главное – это внутренняя уверенность. А вот Геннадий занимается моржеванием уже семь лет. Окунаться в холодную воду ему очень нравится. Да и простудой не болеет. Считает, что дело в закаливании. Надо просто не думать об этом. Идешь и знаешь, что здесь не жаркая, а прохладная вода. Принимаешь как должно, и все, только так. Мы вот сейчас ходим, мы же тоже ощущаем, что она не горячая. Ну, я, например, как начал ходить, я ни разу не простывал. Ой, хорошие ощущения. Попробуйте. Тело покалывает. Приятно так. Очень хорошо. Многие верят, закаливание положительно влияет на здоровье. Окунувшись в Иордань, можно избавиться от многих болезней, а также укрепить душевные и телесные силы. Тем не менее, медики предостерегают, купаться в проруби можно не всем. Врачи советуют готовиться к погружению в прорубь заблаговременно. Это может быть контрастный душ, а втирание холодной водой. Также снежное закаливание никто не отменял. Хорошо. А теперь переходим к водным процедурам. Хорошо. Хорошо же. Не следует путать моржевание тренированных людей с единоразовой акцией, такой по окунанию в ледяную прорубь. Это совершенно разные вещи. Если первое – это оздоравливающая процедура, то второе – для человека, который не тренирован, который в течение года не контактирует с холодной водой, не тренирует себя, не улучшает тонус сосудов и собственное кровообращение, это опасное мероприятие. Не пренебрегайте советами врачей и помните, что здоровый образ жизни – это не только экстремальные купания, но и просто прогулки на свежем воздухе. Я хотела давно уже моржом ссать, но так и не получилось. На лыжи хожу каждый день. Я обливаюсь водой ледяной каждый день. Недостаточно. Мне можно уже не позволить это делать. Для тех, кто мечтает окунуться в прорубь и уже достаточно для этого подготовился, есть еще несколько важных правил. Перед купанием желательно подкрепиться. Тогда у организма будут силы и энергия. А еще нужно обязательно быть трезвым. Перед купанием – разогреться. А потом – глубокий вдох и в воду. Ксения Баканова, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Всегда на страже в Управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2022 год. О том, какой вклад в укрепление правопорядка внесли сотрудники подразделений, говорили на итоговом совещании ведомства, где побывала наш корреспондент Александра Гусева. Начало специальной военной операции в прошлом году внесло свои коррективы в работу сотрудников и военнослужащих подразделений Управления Росгвардии по Самарской области. Они принимают активное участие в защите населения Донбасса и приграничных территорий России. На сегодняшний день за проявленное мужество и доблесть при выполнении служебно-боевых задач в рамках СВО государственным наградам представили свыше 130 сотрудников управления. Александра, который принимал участие в спецоперации, наградили почетным знаком губернатора Самарской области за служение людям. Вместе с сотрудниками ОМОНа настрой у нас отличный. Будем работать до победы. Наряду с сотрудниками и военнослужащими управления в работе совещания приняли участие руководители федеральных и региональных структур региона, представители гражданского общества и СМИ. Специально для участников собрания была организована выставка снаряжения и оружия. Используется для досмотра помещений, когда территории участка являются опасными. Благодаря слаженной работе подразделений Самарское территориальное управление обеспечило выполнение всех поставленных задач и вошло в тройку лидеров Приволжского округа Росгвардии. На нашу повседневную деятельность наложились события по выполнению специальных задач специальной военной операции. При этом мы отчетливо понимаем, что кроме задачи специальной военной операции задачи по поддержанию правопорядка на территории Самарской области с нас никто не сымал. Поэтому вместе с заинтересованными правоохранительными органами мы сделали все для того, чтобы эту безопасность людей обеспечить. Сотрудники специальных подразделений управления Росгвардии по Самарской области в течение года оказывали содействие своим коллегам из ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, таможни и полиции. Задачи были разные. Задержание преступников, проведение оперативных мероприятий и следственных действий. Всего состоялось более 1300 мероприятий. По подозрению в совершении преступлений было задержано более 180 человек. А благодаря работе вне ведомственной охраны Росгвардии было пресечено свыше полутора тысяч правонарушений. В ходе несения службы на маршрутах патрулирования выявлено 197 лиц, находящихся в розыске. В течение года подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии провели более 70 тысяч проверок владельцев гражданского оружия. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. Как вести себя в интернете, чтобы не стать жертвой мошенников? Об этом говорили сегодня на первом занятии всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Школьники из 250 учебных заведений региона подключились к уроку по ВКС. Какие советы дали эксперты в нашем сюжете? По словам экспертов, у половины пользователей интернет-сайтов и соцсетей слишком легкие пароли. На то, чтобы их взломать, злоумышленникам требуется не больше минуты. Пароли лучше придумывать сложные, произвольные, не завязанные на ваших личных данных. И менять их следует каждые полгода. Причем у каждой соцсети должен быть свой пароль. Об этом эксперты сегодня рассказали школьникам на первом уроке всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Тема «Безопасность в соцсетях». Школьники из 250 учебных заведений региона подключились к уроку по ВКС. Основная, как я считаю, угроза, которая может быть в этой сфере, это завладение, скажем так, средствами граждан, причем это делается без их ведома, для осуществления дидов с атак на инфрационные ресурсы государственных организаций, государственных органов, чтобы принести максимальный урон, максимальный вред для нашего государства, для сбоя работ информационных систем, которые необходимы для обеспечения функций государства, в том числе и в социальной сфере, в МФЦ. Информационные системы, они как бы созданы для того, чтобы помогать человеку, всем пользоваться банковскими карточками, приложениями, это удобно. Соцсети, без них никуда, это наша жизнь, дети это понимают, и мы это понимаем. Вопрос разумно, осознанно предоставлять иринные данные, номер школы, где ты живешь, где ты учишься, номер телефона, фамилию папы, мамы и так далее. Это все может быть использовано и скомпрометировано. Среди советов экспертов и создание двух почтовых ящиков. Один для подтверждения учетной записи в мессенджерах, второй для госуслуг и других важных сайтов. Причем лучше установить двухфакторную регистрацию, когда при вводе пароля на те же госуслуги требуется еще и ввести код, присланный на номер телефона. Мы много говорим о том, что сейчас существуют там мошенники, которые охотятся за нашими данными. То есть чаще всего персональные данные предоставляют сами люди. По словам экспертов, если к своим данным пользователи стали относиться более бережно, то порой не думают о других и публикуют фотографии друзей и информацию о них без их разрешения. И нередко переходят по присланной ссылке, не будучи уверенными в источнике информации. Чтобы повысить информационную грамотность самарских школьников, такие уроки станут регулярными. Виктория Шарая, Сергей Баскин, События. Добро между строк. В Самаре в одиннадцатый раз стартует региональный конкурс социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». По традиции, в нем могут принять участие блогеры, СММ-менеджеры, а также городские СМИ. Чем будут удивлять организаторы, узнала Ксения Баканова. Рассказывать об актуальных городских событиях интересно, душевно, а главное – с добротой. Авторов таких материалов для телевизионных, печатных и электронных СМИ приглашают поучаствовать в федеральном информационном проекте «Добрые новости». Традиционно в период его проведения для всех желающих пройдут мастер-классы и обучающие семинары. В качестве спикеров выступят журналисты со стажем. Ведь профессия журналиста, она такая, что этому нужно постоянно учиться. В мастер-классах будут принимать участие не только федеральные спикеры, но и местные журналисты, которые достигли действительно каких-то профессиональных успехов. у нас таких немало. Журналисты, блогеры, пиар-специалисты и СММ-менеджеры могут присылать свои аудиоролики, телевизионные сюжеты, социальную рекламу и целые проекты. Все то, что за минувший год делало общее инфополе чуть добрее. На первом заседании оргкомитетов, в состав которого вошла главный редактор телеканала «Самара Гис» Елена Орлова, обсудили новые номинации. Одна из них связана с проведением специальной военной операции. И мы понимаем, что в данном случае добрые новости – это поддержка наших военнослужащих, поддержка их семей. Это та дорога к победе, которая очень важна. Это волонтерское, добровольческое движение, которое также помогает нашим ребятам победить. Мы надеемся на то, что действительно материалов будет много, они будут важны, нужны. Конкурс проводится уже в 11-й раз в партнерстве с правительством Самарской области и региональным отделением Союза журналистов России. Заявки принимают до конца марта текущего года. Лауреаты получат заслуженные награды. Ранее журналисты телеканала «Самара Гис» неоднократно становились победителями конкурса. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. Крылья Советов одержали победу в первом матче на тренировочном сборе в Турции. Баскетболисты Самары усилились центровым с опытом игры в единой лиге и международных турнирах. Об этом и других новостях расскажем в нашей рубрике «Новости спорта». Крылья Советов одержали победу в первом матче этого года. На тренировочном сборе в Турции самарцы встречались с Умгаитом из Азербайджана. В матче поучаствовали 25 футболистов-крыльев. Единственный гол на 83-й минуте забил нападающий Владислав Шитов. Состав баскетбольного клуба «Самара» пополнил центровой Владимир Ивлев. 32-летний спортсмен известен по выступлениям за «Динамо», «Нижний Новгород», «Локомотив Кубань», в составе которого в 2018 году стал обладателем Кубка России и вышел в финал Еврокубка «Парму» и «ЦСКА». Также защищал честь сборной России на разных международных турнирах, в том числе на чемпионате Европы 2017 года и чемпионате мира 2019. Воспитанница Тольятинской школы тенниса Диана Шнайдер проиграла представительнице Греции и Марии Сакари во втором круге открытого чемпионата Австралии 6-3, 5-7, 3-6. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты, на счету Шнайдер 4 эйса, 3 двойные ошибки, 4 реализованных брейкпоинта. В Минске завершился первый этап открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. В соревнованиях приняли участие расширенные составы национальных команд России и Беларуси. Самарский стрелок Андрей Щепетков завоевал бронзовую медаль в упражнении МП-8. Стрельба по пяти появляющимся мишеням, 60 выстрелов с дистанции 25 метров. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Глава Самары Елена Лапушкина обратилась в своем телеграм-канале к жителям города в связи с 80-й годовщиной прорыва блокада Ленинграда. Цитата «80 лет назад в результате долгих ожесточенных боев было прорвано блокадное кольцо Ленинграда, что стало переломным моментом в битве за северную столицу. Блокада продержится еще чуть более года, но сухопутная связь Ленинграда с остальной территорией страны была восстановлена. Подвиг жителей и освободителей блокадного Ленинграда, как и подвиг всего советского народа на фронте и в тылу сражавшегося за победу в Великой Отечественной войне, это наша история, которую мы будем хранить и передавать следующим поколением. Сегодня в Самаре живет 88 защитников блокадного Ленинграда. Для каждого из нас вы являетесь примером стойкости и мужества, настоящей преданности и любви к отчизне. «Здоровье вам, долголетие, мирного неба над головой», написала глава города. Департамент образования информирует жителей о том, что в настоящее время здание детского сада номер 123 по адресу Запорожская, 28, готово к функционированию после капитального ремонта. Его можно добавить в заявление о постановке ребенка в очередь, обратившись в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. В детском саду планируется пять групп общеразвивающей направленности для детей от полутора до семи лет. Распределение свободных мест в дошкольные образовательные учреждения планируется провести 27 января. Телеграм-канал Департамента транспорта Самары опубликовал комментарий трамвайно-троллейбусного управления по возгоранию трамвая номер 19. Инцидент случился в районе улиц 22-го портьезда кабины вагона вожатого. Заметив возгорание, водитель экстренно остановил трамвай. Пассажиров в тот момент было немного, все они успели покинуть салон, пострадавших нет. На место вызвали пожарную службу, однако второй вагон выгорел полностью. Устанавливается причина происшествия. По предварительной версии пожар могло спровоцировать короткое замыкание в предохранительной коробке пустой водительской кабины второго вагона. В Самаре продолжится благоустройство дворов. Шесть обновят в этом году в промышленном районе. Там появятся детские планируют отремонтировать внутриквартальные проезды и тротуарные дорожки. Благоустройство будет проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За ходом работ будут наблюдать местные жители. Они же примут участие в приемке объектов, информирует телеграм-канал администрации промышленного района. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова